МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Действительно очень интересный человек и талантливый, правильно ты сказала. Потому что он способен делать очень многое. Прежде всего, как ты уже сказала, это уникальная способность воспроизводить дуду. Да, потому что это, на самом деле, мне кажется, один из тысячи, кому удается это. Не знаю, да, какова статистика, но я подобное вижу впервые. То есть даже когда я увидела выступление Кароха Чатряна, я понять не могу. Ну, то есть он вышел, играет на дудуке, но потом я приглядываюсь, я вижу, что дудука у него в руках нет. То есть это микрофон, да, и он каким-то образом просто воспроизводит удивительно, как-то у него это получается, звуки дудука. Ну, я была потрясена. И помимо этого он неплохо поет, он играет над холе и делает моноспектакли. То есть это такой самостоятельный артист. Разносторонний, разнообразный, я бы сказала, да, своего сыра. Да, то есть он может вполне полноценно и делать концерты, такие разноплановые, да, в котором будут и какие-то музыкальные номера, и вот спектакли, да, театрализованные вещи какие-то. Ну, то есть сам по себе интересен и многогранен. Предлагаю посмотреть сюжет, подготовленный Мариной Петровой о Карохе Чатряне. Началось все с Дживана Гаспаряна, выступление которого увидел юный Кароха Чатрян. Виртуозная игра мастера настолько поразила мальчика, что он решил научиться также играть на дудуке. Но родители в музыкальную школу его не отдали. Тогда Каро стал учиться воспроизводить звуки национального армянского инструмента. Поставив перед собой цель, наш герой стал упорно добиваться задуманного. Репетирует день за днем. Я думаю, что каждый человек, который занимается, будем сказать, так творчеством, он должен обязательно любить свою работу, свою деятельность, чтобы достичь каких-то успехов. Результаты не заставили себя ждать. Теперь Каро с успехом выступает с номером, в котором он воспроизводит звуки дудука. Впервые способности к пародии Каро продемонстрировал в 13 лет. Когда выступил по телевидению Армении. В своем выступлении молодой человек говорил голосами Роберта Кучаряна, Владимира Путина и Николая Баскова. Выглядело это примерно так. Добрый вечер, добрый вечер, дорогие армяне. Несмотря на то, что в этом году зима будет холодной, мы постараемся все возможное сделать, чтобы все было у всех хорошо. Спасибо. Не остался Каро равнодушным и к другому национальному армянскому инструменту – тхолу. Наблюдая за игрой признанных мастеров, наш герой осваивал инструмент. Также природа одарила Каро хорошими вокальными данными. Дело в том, что у нас в доме не только я человек музыкальный, но мама моя закончила консерваторию, именно музыкальную по этому направлению. И она поет. И вот так иногда мы собрались в доме, в дружной семье и начали исполнять. Сначала моя мама, потом я как бы. Вот с этого, я думаю, и началось. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Каждый человек, если это дело касается творчества, должен стремиться что-то новое воссоздать, чтобы это было интересно людям. Именно так Корой и поступил. Ему пришла в голову мысль объединить все свои умения и создать моноспектакль. Идею свою наш герой воплотил в жизнь, выступив при этом в роли сценариста, режиссера, постановщика и исполнителя главной роли. Как-то пролетая над горами, жённый ветер увидел прекрасное дерево, которого раньше нигде не встречал. Он был очарован, перебирая лепестки его нежных цветов, слегка касаясь зазубрин листьев. Он извлекал удивительные мелодии, звуки которых разносились далеко вокруг. Когда верховному ветру донесли об этом, он обрушил свой гнев на горы, Уничтожив почти всю растительность. Юный ветер из-за всех сил пытался спасти дерево. Но скоро прекрасное дерево погибло. И юный ветер испытывал страшную тоску. Осталась только веточка, в которой запуталась частица ветра. Через какое-то время, мальчик, собиравший хворост, нашёл её. И смастерила дудочку. Стоило дудочку поднести к губам, Словно сама играла грустную мелодию расставания. Стоило дудочку поднести к губам, Стоило дудочку поднести к губам, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мелодия дудука Это то, как поют горы Или разговаривают деревья Как плачут старики Или радуются дети Сражаются воины Или играются свадьбы Дудук Это наша душа и сердце Радость и грусть Счастье и боль Надежды и воспоминания Творческий процесс непрерывен Каро уже работает над совершенно новой постановкой Я сейчас работаю над другим моим номером Который называется Возвращение на родину Это посвящается Армении Моей как бы Вот И номер в порядке 23 минут Вот так Это уже, можно сказать, театральный номер Есть такое понятие и слово, да, армянское Карот Это вот Да Скучает человек по своей родине Вот Я хочу донести до зрителя Этим номером Именно Вот то ощущение Которое именно этот человек Ощущает в себе Каждый Так сказать Армянин Работая вот над этими номерами Это Я все близко, близко и ближе становлюсь К родине моей По словам Каро Наша жизнь это своего рода лестница Для него каждый новый номер Поставленный спектакль Новое выступление Это еще одна ступень к вершине Редактор субтитров А.Семкин